Всем привет! Меня зовут Лиза. Я преподаватель детского центра Музея архитектуры. Сегодня я вам расскажу об одном экспонате, вы видите который? Можно во дворике нашего музея. Это детали чугунной арки, это детали триумфальной арки, которая стояла на площади Тверской заставы. Площадь Тверской заставы сейчас мы чаще называем площадью перед Белорусским вокзалом. Арка там простояла не так долго, чуть больше 100 лет. Ее установили в 1834 году, а демонтировали, разобрали уже в 1936. После 1936 года некоторые из чугунных деталей, которые украшали эту арку, попали к нам в музей, и теперь вы можете с ними познакомиться. Одна из наиболее таких внушительных и колоссальных деталей, это коринфская капитель. Ну, наверное, вы сразу спросите, а что такое капитель? Капитель это часть, которая завершает колонну. Ну вот, например, смотрите, у нас с вами есть античный храм. Его фасад, его передняя часть украшена рядом колонн. Над каждой колонной установлено по капителе. Капители, классические капители придумали древние греки. И всего у них было три варианта этих капителей. Давайте посмотрим, какие. Самая такая простая и в то же время самая древняя из этих капителей, это дорическая капитель. Вы видите, что на ней нет никаких украшений. Только верхняя часть, верхняя доска, и вот эта часть, это уже начало колонны. Следующая капитель, которую сделали древние греки в области Ионии, называется эеническая капитель. Что ее украшает? Два больших завитка. Их называют валютами. Также вы видите, что эту капитель украшают такие яйцеобразные формы. Их часто называют овами. Но самое интересное, да, это нижняя часть. Тут такие симпатичные цветочки, которые называют пальметами. Следующая капитель, это как раз коринфская. Именно эта капитель стоит у нас во дворике. Коринфская она называется потому, что появилась в греческом городе Коринфе. Давайте повнимательнее ее рассмотрим. Вы видите, что эта капитель действительно колоссальных размеров. Она чуть ниже меня по росту. Можете представить себе масштабы. Ее отливали из чугуна. И давайте повнимательнее рассмотрим, а какие в ней есть составляющие элементы. Для того, чтобы потом на мастер-классе мы с вами правильно ее воспроизвели. На этой капителе тоже есть валюты. Вот эти завитки. Но обратите внимание, какие они маленькие. Они совсем не играют важной, какой-то значительной роли. Они просто были добавлены для красоты. А большую часть капителя украшают листья аканфа. Что такое аканф? Аканф – это растение, очень распространенное в Древней Греции. Но можно сказать, что аканф – это как в России одуванчик. Один древнегреческий, древнеримский писатель рассказал очень красивую историю о том, как получилось, что аканф стал украшать капители греческих храмов. Эта история звучит следующим образом. В городе Каринфе погибла молодая девушка. И ее кормилица принесла к ней на могилу корзинку, в которой собрала там всякие ее вещички. Эту корзинку она накрыла сверху черепицей. Так случайно получилось, что кормилица поставила эту корзинку на корень аканфа. И со временем аканф стал прорастать. Он стал вылезать, он проник в корзинку, он стал вылезать из ее плетений. И поскольку сверху была черепица, листики стали загибаться вниз, клониться к земле. Так и получилось, что... Значит, сейчас сложилась ситуация, а Витруби пишет о том, что проходил архитектор, которому очень понравилась эта картинка. Корзинка, листья аканфа, которые ее окружают, и он решил, что вот эту композицию можно использовать в качестве капителя. Вот таким образом сложилась коринская капитель. Конечно, это легенда, но легенда очень красивая. И она помогает нам объяснить две вещи. Первая — это пропорции капителя. Пропорции — это соотношение горизонтали к вертикали. То есть, обратите внимание, что по сравнению с торической и с ионической капителью, капитель коринская более вытянутая, более стройная. И хоть у нее мелкие украшения, но она более такая симпатичная. Иногда называют, что коринский ордер — это девичий ордер. Какая-то такая молодая, цветущая. А листья аканфа еще связывают с каким-то возрождением жизни, возобновлением жизни. Итак, ну давайте теперь попробуем сделать эту капитель из бумаги. Мы будем с вами работать в технике квиллинг. Тот результат, который у нас должен получиться, будет выглядеть вот так. Техника квиллинг — это процесс обработки бумаги. То есть, на самом деле, мы с вами будем брать полосочки бумаги и сворачивать их в спирали. От того, в какие спирали, какого размера, какой формы мы будем сворачивать эти полоски, будет зависеть конечный итог. То, что у нас получится. Но давайте приступим. Я расскажу подробнее о том, какие материалы нам нужны. Нам потребуется картонка. Свою картонку я заранее обрезала по контуру капители. Как это можно сделать? Ну, берете обычную картонку. Вы можете распечатать образец. Или вы можете сделать это на глаз. Если вы боитесь как-то напутать с пропорциями, то я бы вам посоветовала взять этот образец, наложить на лист картонки, взять какую-нибудь иголочку, например, у меня кнопка, и переколоть, да, то есть по контуру вашего рисунка, сделать точечки, дырочки. Когда вы ваш образец снимете, то вы увидите, что, в общем, у вас появился контур, по которому можно вырезать. Вообще, вот этот прием, переводить при помощи протыкивания бумаги, он очень древний. Таким приемом пользовался еще Леонард да Винчи. Представляете, чтобы перенести какие-то свои рисунки. Итак, когда мы вырезали нужного нам размера картонку, мы берем двусторонний скотч и аккуратно наклеиваем его на основу. Давайте сейчас я это сделаю. Тут важно, чтобы скотч, да, у нас будет несколько полосок скотча, чтобы он не налеплялся друг на друга. Конечно, нам потребуются ножницы. Можем примиряться. Когда мы приклеим скотч, будем снимать защитный слой. И, конечно, обрежем все неровные края. А последний у нас остался кусочек. Его обрежем полностью. Скотч тут может подойти абсолютно любой, просто двухсторонний скотч. А теперь я переверну и по контуру подровняю для того, чтобы лишние кусочки скотча нам не мешали. Мы могли бы обрезать капитель еще проще, то есть сделать основу вообще трапециевидной. Можно сделать уголочки, вот как я сверху и посерединке, ближе к низу. Но если вы вырежете просто трапецию, то этого тоже будет достаточно. вырезаем последнюю сторону. И уже теперь можно снимать защитный слой. Это тоже работа, которая требует немного внимания, но, мне кажется, очень приятная часть этого процесса. Когда мы все это снимем, уже начнем работать с самой бумагой, с нашим основным материалом. И тут, наверное, нужно рассказать немного о самой технике квиллинг. Квиллинг — это техника достаточно молодая. Она непростая на первый взгляд, но я надеюсь, что я сегодня расскажу так, что у вас будет полная уверенность в том, что вы это точно сможете сделать своими руками. С чего начнем? Я тоже предварительно порезала бумагу на полоски. Какую нужно взять бумагу? Самую обычную, цветную. Лучше брать ее неплотную, то есть такой же по на ощупь или по весу, как бумага, на которой вы обычно пишете, бумага, которую вы кладете в принтер. Но знающие люди говорят, что это 80-граммовая бумага. Главное, чтобы она просто не была плотной. Чтобы ее было легко сворачивать. Бумагу надо нарезать на ровные полоски. Тут большую роль играет их ширина или толщина. Длина полосок любого, может быть, любой длины. А вот ширина, я бы вам посоветовала, если вы новичок, взять один сантиметр или полсантиметра. Некоторые берут 0,3 миллиметра, но это уже такая очень трудоемкая работа. И лучше всего для начала нарезать полоски пошире. Что мы будем делать? Полоски необходимо аккуратно скрутить, немного подогнув верхний кончик. И вот так мы их скручиваем в спираль. От того, насколько плотной будет спираль, будет зависеть, до какой в итоге получится, какого в итоге размера получится та деталь, которую мы будем крутить. Вы можете сначала скрутить спираль, а потом ее немножко приспустить. Сейчас покажу, как. Ну вот, например, так. Можно спираль по-разному зажимать. Это может быть какая-то вот такая форма, похожая на глаз. Это может быть форма, похожая, может быть, на сердечко или на треугольник. Вот такая. Или нам потребуется сделать листики, листья Аканфа. Это будет форма, в которой мы просто дважды вот так зажмем уголки. Когда разобрались с тем, как это делать, давайте начнем делать наш капитель с самой верхней части. Для этого мы возьмем полоску и не будем ее пока сворачивать. Нам нужно сделать только самую верхнюю полочку. Если я вам покажу картинку, то это вот эта часть. Называется абака. Тут достаточно просто отмерить ту ширину, которая нам потребуется, и дважды загнуть, сделав такую лесенку, такую ступеньку. Это будут края. Обрежу конец. и давайте уже закрепим нашу часть на основе. Тут нужно быть осторожным, потому что достаточно сложно переделать, то есть отклеить бумагу от этого скотча. мы с вами вот так прижимаем. И вот самый первый элемент капителя уже готов. Следующее, что мы сделаем, это будут валюты. То есть вспоминаем, что валюты это завитки в верхней части капителя. Для валют, для того, чтобы они были одинаковые, я возьму сразу 4 бумажки. Я решила делать валюту потолще, поэтому беру для одной валюты две бумаги, две полоски. Аккуратно их собираю. И буду скручивать. Для того, чтобы аккуратно скручивать эти полоски, нужно просто немножко приноровиться. То есть не переживайте, если с первого раза это как-то получается не очень аккуратно. Со временем, там уже на третий раз, это все будет проще и проще происходить. Для того, чтобы сделать валюту, я докручиваю бумагу не до конца, распускаю ее. И я хочу тут же сделать завитки, которые будут идти к центру. Поэтому я эту полоску сгибаю пополам и буду закручивать с другой стороны. Но перед этим я хочу разобрать все-таки нашу полоску на две отдельных валюты. вот так. Вот так будем крепить. Но для начала тот завиток, который будет идти к центру. Валюты, надо сказать, в Каринском Пителе появились не сразу. Валюты туда добавили древние римляне. Древние римляне заимствовали у греков вот эти три варианта ордера, о которых мы говорили. Но римляне очень любили такую богатую, украшенную архитектуру. И больше всего им полюбился Каринский ордер. Если вы поедете в Древний Рим или будете путешествовать по его провинциям, то вы заметите, что большая часть римских зданий украшена именно Каринским ордером. Теперь наша валюта готова. И давайте ее установим, прикрепим на ее законное место. Думаю, что лучше это сделать вот так. Когда вы будете прикреплять, просто композиционно старайтесь смотреть, чтобы выходила ближе к центру. Это аккуратно. Немного поправлю левую валюту и также ее установлю. Еще. Мне кажется, она должна быть более сжатой, потому что это не такие валюты гигантские, как в войническом ордере. они достаточно скромные. И завиток, который идет к центру. На капителе, который находится у нас во дворике, помимо валют и листьев аканфа, раньше находились также цветочки. Эти цветочки располагались в верхней части, в центре. Их называют розетками. Наверняка, знакомое вам слово. Теперь я установлю валюту, чтобы потом перейти к этим розеткам. Немножко у меня кособоко получилось, но это придает наш капиталль живописности. Давайте теперь сделаем розетку. Для центра нужно просто скрутить небольшую бумажку, небольшую точку, от которой уже будут расходиться лепестки. Я обрежу. Приклею. Можно брать разного цвета бумагу. Я остановилась на двух цветах для того, чтобы эта капиталь выглядела графичной. Если возьмете очень много цветов, то она будет достаточно пестрой. Это иногда приятно глазу, а иногда мешает прочесть формы, прочесть сам рисунок подходящего размера, мне кажется, для лепестка у меня. Спираль. И чтобы сделать лепесток, я ее вот так сожму, прижму с двух сторон. Установлю его. Всего лепестков будет пять. И чтобы немного ускорить процесс, я предлагаю сделать сразу два. То есть как мы уже делали. Возьму четыре. И может даже четыре выйдет. сейчас посмотрим. Лепестки могут быть разной формы. Одни, те, которые смотрят наверх, они будут процветать, распускаться. те, которые нижние, могут быть немножко другой формы. Сейчас покажу, какой. Главное это сделать базу, вот такую основную часть. Это основная часть всегда будет спиралью. теперь можно ее распустить. И немного снова поджать, то есть собрать вместе. готовы. Готовы два лепестка. если вы отправитесь гулять по городу, то я бы предложила вам посчитать количество карибских капителей, которые вы встретите. и вообще оценить обстановку в Москве. Как часто вы встречаете тот или иной ордер? Потому что вполне может быть, что вы гуляете и не всегда замечаете, как украшены здания. А на самом деле то, какой архитектор выбирает вариант капители для того, чтобы украсить свою постройку, можно вам о многом рассказать. Во-первых, существует какой-то порядок этих вариантов капителей. Случайно я вам стала рассказывать вначале о дорической, а потом о бионической. И вот традиционно архитекторы так и считают, что дорический ордер необходим для более каких-то строгих, суровых зданий, для более представительных. то есть вот почему, например, сенат в Кремле украшен дорическим ордером, а почему Большой театр тоже имеет дорический ордер. Какие-то, например, флигели, если мы говорим с вами об усадьбе, там есть центральная часть здания, а есть боковые пристройки. И если архитектор, например, классик, архитектор 19 века, он украшает и центральные, и боковые, то он к центральной части будет выбирать колонны и капители с тем ордером, который более значительный, старше по иерархии. А для боковых он выберет кого-то помладше. Вполне невозможно такая ситуация. Попробуйте найти какие-то такие необычные случаи и можете написать в комментариях, я с удовольствием прочту и отвечу, если у вас будут какие-то вопросы. Смотрите, наша розетка готова, у нас готовы валюты, и теперь давайте приступим к выполнению листьев аканфа. Тоже ускорим процесс и соберем сразу несколько полосок бумаги вместе. Листьев аканфа на каринском пителе чаще всего три ряда. Давайте начнем с самого верхнего и будем двигаться постепенно вниз. Вот эти две выступающих части это отбивка, нижняя часть капителя, за которой уже начинается колонна. И показать колонну мы тоже с вами попробуем. Уже сделаем ее из бумаги. Спускаем и разбираем на несколько. листиков листиков. Главное случайно не положить наклейку основу, а то ваши листья окажутся на вейке прикрепленными к этой капителе, может быть, в неправильном месте. Спускаем. и прижимаем. Обрезать листики я буду чуть позже, поэтому просто оставляю хвосты, которые идут вниз. Иногда профессионалы используют для квилинга специальный инструмент. я вам сейчас его покажу. Я специально начала делать без него, потому что так тоже можно работать без этого инструмента. Это вот такая палочка, у которой на конце находится раздвоение. ей чуть проще захватывать кончик вашей бумажки и можно скручивать достаточно быстро. Значит, она ускоряет работу. Но если вы только начинаете, то я вам советую просто попробовать материал и выполнить капитель только своими руками. Это очень, мне кажется, необычное чувство, когда к бумаге, к которой мы с вами привыкли относиться к чему-то, на чем что-то написано, к носителю информации, можно подойти с другой стороны. То есть можно понять, что бумага на самом деле тоже очень органический материал, который может изменять свою собственную форму, которая имеет самую разнообразную текстуру, разный вес, разную плотность и так далее. Постепенно мы будем заполнять нижнюю часть капителя такими завитками, именно листьями оканфа. Может быть, я заполню сегодня не все целиком. Вы можете делать листья плотнее, можете делать их более свободными. Все, наверное, будет зависеть от того, какого размера вы сделаете основу из картонки. Собираем и устанавливаем на место. сантиметра. Как думаете, чего не хватает в данный момент наши капители? Возможно, в верхней какой-то полоске. И думаю, что мы ее сейчас доделаем, дополним, потому что пространство кажется пустым. снова разберем все это. бумага удивительна тем, что она очень вариативна. Давайте я сделаю еще несколько листьев и покажу, как сделать остальные части. Потом, если у нас останется время, мы сможем как-то закончить и доделать среднюю часть капителя. Главное, что понятно, каким образом уже дальше будут развиваться эти наши листья. Когда мы прикрепили их, их необходимо укоротить. Их хвостики мы обрежем. И мы обрежем. всегда бывает сложный это отрез можно использовать резак, если вам так удобней. Можно это сделать все-таки ножницем просто приподняв. давайте сделаем нижнюю полоску, то есть ту часть, которая является завершающей. меряем ее длину и ширину и тоже закрепим на основе. теперь верхней а полоска. То есть нам нужно с вами сделать более четкой верхней части. Вообще Зачем она нужна? Наверное, вы заметили, что на каждой капителе есть вот эта вот часть, это абака. Она необходима для того, чтобы вес, который сверху давит от крыши, от перекрытий, равномерно распределялся по плоскости всей капители. Абака вообще в переводе с кренческого это подушка, то есть это действительно такая подушка, которая позволяет уравновесить всю и распределить равномерно всю тяжесть. И абака на самом деле очень красивая и выразительная форма, поэтому давайте ее немножко уточним. Проведем дополнительные линии. С двух сторон от цветка и нижнюю под цветком. Самый ниш мы их тоже обрежем. А теперь можно перейти к тому, чтобы оформить колонну. Наверняка вы замечали, что колонны тоже бывают разные. Вот колонны, которые мы видим на этой модели, они такие ребристые. А вот эти желобки называются каннелюрами. Это действительно такие желобки, углубления внутри колонны. Бывает так, что колонны гладкие. То есть они шлифованные, они очень красиво блестят. Может быть такое, например, что одна часть колонны оформлена этими желобками, каннелюрами, а одна часть гладкая. Или в каннелюрах вдруг появляются какие-то дополнительные растения, которые прям так прорастают вверх. Это уже эксперименты, которые с этими колоннами проводили в эпоху Ринессанса. Греки были большими классиками, были более строгими. И они делали либо каннелюры, либо без каннелюр. Итак, как мы сделаем эти желобки? Как нам их изобразить на плоскости? Я предлагаю согнуть бумажку таким зигзагом. Но важно, что верхнюю часть мы делаем полукруглой, а нижнюю наоборот очень плотно сжимаем, чтобы потом ее разрезать. Потому что мы представляем, когда делаем эту капитель, что желобки продолжаются вниз уже за границы той снова, с которой мы работаем. Для того, чтобы это сделать правильно, можно просто собрать вот такой цветочек. И аккуратно его прикрепить. Если нам будет недостаточной бумаги, то мы возьмем дополнительную полоску. Как раз осталось место для двух желобков, для двух каннелюр. Насколько необычных терминов мы с вами сегодня уже употребили. Но большая часть из них происходит из греческого языка. Некоторые из латыни, это связано с тем, что древние римляне говорили на латыни. Если греки просто создавали произведения, каких-то письменных источников от них осталось достаточно мало, то вот римляне, они наоборот, все документировали. И они подробно описывали, каких пропорций должна быть капитель, каких она должна быть размеров, что ее должно украшать. И также, каким образом строить здание, как основывать города. Все это мы сейчас можем прочесть, например, у Витруве. Я хочу немного подклеить скотча, потому что там у нас его не хватило. Сейчас сделаем с вами небольшое дополнение. Все, теперь готово. И давайте продолжим, до конца заполним вот эту часть. Тогда, в общем, уже наш капитель приобретет какой-то такой законченный вид. Для этого буду снова использовать несколько полосок. И, наверное, воспользуюсь вот этим волшебным инструментом, палочкой. Я знаю, что некоторые делают его сами. Они берут спичку или зубочистку. Может быть, удобнее спичку, потому что она толще. И просто расщепляют ее конец. При помощи резака. Прижали, чтобы получить нужную острую форму кончиков. У Канта очень такие острые края в листьях. Разберем. И, придерживая руку, можно их прикрепить в разных конфигурациях, которые нам больше нравятся. Актуается. Ну что, если кто-то делает параллельно, напишите, сложно ли это дается вам Или, ну кажется, достаточно простым Думаю, что это будет наш последний лист Сделаем ему невысокую ножку Что, наш капитель готова Она выглядит вот так Присылайте свои капители Комментируйте И надеюсь вас скоро увидеть в музее архитектуры А пока я хочу поблагодарить команду Pyke Media Lab Которая сделала эту совершенно потрясающую трансляцию В общем, до встречи Удачи!